с вами metal sonic и сегодня еще посмотрим самые ужасные игры на приставку sega мега драйв обычно мега драйв ассоциируется с какими-то яркими хитами типа там родрэш или sonic в которые все играли но как я сказал сегодня я буду смотреть на говно игры о многих из которых может вы слышали а не кто может не слышать я не слышу вот например в этом форсерс и не знаю что это за говно но я сейчас попробую ну вот мы видим демо видим интельную просто графику просто на уровне ps4 и не знаю вообще вот эту игру издавали у нас в россии под под видом под видом counter strike но я тут вижу можно управлять световым пистолетом и джойстиком и и я не и не знаю какой извращенец будет играть в эту игру световом пистолете давайте джойпаде так как светового пистолета нет мега бюджетские на ролики снятые на группу не знаю ну ладно ладно тем не менее вот таковой процесс по сути это просто обычная стрелялка социфованными картинками социфованными актерами качество тут вы сами видите какой геймплей тут нужно стрелять только в бандитов а мирных чуваков не трогать но я просрал уже как вы видите все вообще мне искренне жаль тех людей которые в детстве увидели эту игру или играли в нее потому что это какой-то по сути контур страйк для бедных вы не скажете что я ну ну просто у меня нет желания играть в это так сказать говнище и не очень интересно бесконечное лето игра или нужно походить уровень за уровень тут у нас разное оружие как вы видели револьвер язык заплетается так что я не понял как тут перезаряжаться управление тут пипец какое неудобное если без светового пистолета играть а что перезарядиться надо нажать на старт уверили крайне чеку чтобы на кнопку старт перезаряжалась оружие я лично нет они не на кнопку 100 я хрен знает на какую кнопку нажать ну ладно я просрал все жизни так что давайте уже сразу перейдем к другой игре и так следующая игра называется а в сам посум куда крутой опоссум ударяет задницу доктора машина я не знаю что курили разработчики чтобы дать игре такое название видимо что-то очень мощное ну а тут какой-то сюжет который ни фига не важен влияю вас вот сейчас начнется игровой процесс и вы узнаете что это за фигня вот игра началась первое что бросается в глаза это просто вырвеглазная графика на уровне зэк спектрума я конечно ничего не имею против за их спектру спектрума но чтобы игра на сеге имела такую ужасную графику это просто не вообразим но она давайте я сделаю звук потише что меня было слышно лучше разработчики видимо пытались сделать персонажа который был бы очень похож на соника но получился какой-то внебрачный сын белка и и енота и не знаю видим на экране происходит что-то что я могу описать двумя словами как такими как офигенная ерунда но по сути название игры отражает всю всю глупость разработчиков и всю куриность из-за вот этой всей разберихе даже невозможно пройти один уровень потому что сразу же кого начнете группу 5 все здоровье не знаю как эту игру еще можно пройти да и кому это кому это надо ум отбитым и не знаю там придурку ну что у нас себя представляет такая быстро это себя платформер с плохой график и и головоломками какими-то и врагами как есть драться наш герой еще отпускает какие-то шуточки но на железе сега мега драйва это звучит как-то не совсем внятно и сега мега драйв способна отображать намного лучшую графику чем в этой игре вспомните того же соника там графика была в 10 нет не в 10 в 20 раз больше чем здесь давайте я попытаюсь пройти один уровень если нет то мне все равно я даже не понимаю зачем нужны вот эти бонусы которые разбросаны по уровню также там наверху показывают очки которые не знаю зачем нам нужны видимо чтобы имеется с друзьями количеством очков ну ладно читай слишком много раз говорю слова ну ладно ну вообще мне больше как-то нечего сказать про эту игру потому что она этого не заслуживает но можно только сказать что в этой игре непонятно зачем подкрутили сюжет кутили сюжет мне кажется что вот этой игре сюжет абсолютно не нужен просто как не знаю хиромантия на экране происходит а ведь лицензионные карты 90-х стояли стоили очень долго и мне например жаль ребенка которому на рождество там я не знаю про или эту игру я смотрю тем не менее смог пойти первый уровень давайте посмотрим что у нас тут дальше так тут у нас какая-то викторина после кризиса бензина 73 года в общем мне мне лень читать и не знаю зачем в этой игре нужна викторина ну ладно давайте прекратим уже с этой игрой потому что у меня уже кровь из глаз просто течет ну вот следующая игра называется бэтмен месть джокера и с первого взгляда она выглядит довольно таки неплохо вообще мне нравится версии этой игры с дэнди но вот версия для сеги имеет довольно ужасную графику но это видно уже по титульному экрану вообще-то многие скажут как угла по бэтмена может быть плохой я вам отвечаю вот так да посмотрите на эту графику да да прям 10 из 10 как любит как любит говорить один известный обзорщик мне кажется что костюм бэтменов 3 похож на костюм из шестидесятых или семидесятых что там так в этом воде просто ужасный хит детекшен потому что вот вы видите даже помогу попасть нормально не могу в этой игре есть множество пушек по сути это игра мегамэн про бэтмен это такое назвал серьезно по-другому ее язык назвать не поворачивается а также здесь появился новый прием по сравнению с версией для дэнди это такой вот пинок тогда представляете себе если бы все игр о комбэтмен будет такую так как у и офигенная проиграл на первом уровне вот и мы этих хренов я никогда не мог поскочить потому что у них хитбокс очень большой извиняюсь за тупые комментарии просто я первый раз первый раз снимаю такого плана видео и кстати если вам не нравится моя рожина на веб камере то можете отписаться в комментариях если все в порядке то вы можете ставить лайки офигеть посмотрите какие классные эффекты в этом развивается флач флач я уверяю вас в игре больше таких вот красивых эффектов не увидите это единственный момент здесь вот ненавистный мне уровень с пулями то есть со снарядами которые скидываются с дирижабля вообще я так понял что эта игра позиционируется как продолжение продолжение первой игры по бэтмену по фильму здесь как-то воскрес Джокер и вернулся в Коттон и не знаю как это случилось ну по-моему вроде бы эта игра вышла до выхода бэтмена возвращения об этом возвращается и авторы просто не дождались следующего фильма и и захотели срубить бабла я бы так выразился да и по сути эта игра есть как бы сруб бабла ни для каких других целей она не создавалась по крайней мере на сеге на деньги она получилась в разы лучше хоть геймплей там остался таким же но график от графика там все равно казалось лучше даже чем на сеге и с хит детекшеном все нормально было и сейчас я пошел далеко на этом уровне потому что никогда так долго не продерживался ну ладно давайте вот с этой игрой закончим и перейдем к следующей ну а завершу сегодняшний парад ужасных игр я трехмерным ужасом который называет соболз ты игра описает из себя файтинг но и многие они наслышаны о том что критики разгромили в плах даже когда она вышла и вот только посмотрите на эту графику многие конечно скажут что для сеге это достижение вводить трехмерную картинку но как вы знаете для игр графика не главное давайте посмотрим опции какие тут есть тут есть сложность музыка но всякая ерунда игрок ведь вот называется волос или шары полностью оправдывает свое название потому что она ужасная и вы просто слышите эти звуки боже кто записывал звуки для этой игры я не знаю кого бы мне выбрать но я выберу вот этого чувака то что он ловкий и вижу вот мы находимся на потаение можем ходить в трехмерном пространстве видите я просто тыкую на кнопки на получать какие-то случайные приемы я серьезно я даже не пытаюсь но возможно я смогу затыкать этого чувака давай да теперь мой любимый прием но я как видите смог его затыкать я скажу что это игра не такая плохая как остальные игры на сегодня потому что ну вот от этой игры реально можно свалить свалить удовольствие давайте по вам еще один раунд пойти и сколько их тут я не знаю я не понимаю что происходит на заднем фоне какой-то армагеддон там я не знаю я не знаю что я сейчас несу господи что смотрите как его колбасит что это за я не знаю тестили разработчики этой группе и выпуском у меня есть смутное подозрение что нет но вот я опять победил это играя совершенно никакого баланса все решается затыкиванием давайте посмотрим рейплей как мы дрались ну видите мы не использовали никакой стратегии как например муртал комбате где в каждом бою надо продумывать свои ходы а здесь это приближаешь просто ступо случайным образом затыкивая кнопки и не люблю такой дисбаланс в играх потому что от этого весь смысл теряется ну ладно хватит на разговоров на сегодня всем пока если вам нравится эта рубрика вы можете поставить лайки и продолжать ее дальше если же нет то пишешь расписывайтесь комментариях ну а сейчас всем пока подписывайтесь на канал и до скорого